Полноправным хозяином наших рек считается обыкновенный или европейский сом. Это бесчешуйчатая рыба, которая очень хорошо приспособилась под условия пресноводных водоемов. По официальной информации, сомы могут достигать 5-метровой длины и очень большого веса до 400 килограмм. Трудно даже вообразить себе сома такого размера, тем более, что зафиксировать на фото или видео его пока не удалось. Видимо, раньше в старину вылавливали такие экземпляры, но в настоящее время рыболовам уже не удается даже приблизиться к подобным сенсационным размерам. Сегодня сомы, превышающие 2-метровую длину, привесят до 100 килограмм. Это уже очень большая редкость и заявка на рекорд. Однако все же есть несколько лидирующих рыб, которых удалось запечатлеть. К вашему вниманию топ-5 увесистых претендентов на звание самого большого сома в мире, пойманного рыболовами. В июле 2017 года на небольшой итальянской реке в ночное время суток удалось поймать рекордного сома. Он клюнул на живую рыбку густерку и заставил крепко понервничать рыболова. Кстати, возможно, многие из вас узнали Виталия. Он профессионал в своем деле, уже достаточно давно и успешно ловит сомов по принципу «поймал-отпустил». Север Италии, начало 2011 года. Роберто Готти за 50 минут смог преодолеть сопротивление сома весом в 113 килограмм и длиной 2,5 метра. Вытянуть из воды гиганта ему помогли 6 человек. Этот сом спустя несколько месяцев после поимки получил почетное звание самого большого в Европе. Но не только в Италии водятся крупные сомы. Этот экземпляр был добыт подводным охотником в реке Сейм и его вес по разным оценкам составил от 102 до 115 килограмм. В точности этой цифры уверенности нет, но выглядит сом очень достойно. Хоть события проходили в конце 90-х годов прошлого столетия, но возможно благодаря этому сюжету мы все-таки узнаем подлинную историю взятия этого трофея. Нельзя оставить без внимания кулинарное достоинство этой рыбы. Сом в кляре, шашлык из сомятины и вяленый соминый балык – пожалуй, три самые распространенные варианты приготовления этой вкусной рыбы. Однако не обошлось и без курьеза. Бытует распространенное заблуждение относительно того, что мясо у крупных сомов отдает старостью и тухлятиной. Нужно сказать, что это полная ерунда. Конечно, если речь не идет о купленной протухшей рыбе. Для тех, кто сам не пробовал и сомневается, нужно всего лишь знать, что сом питается исключительно живой рыбой. И чем больше размер сома, тем активнее он это делает. Клетки сома беспрерывно обновляются. У него отсутствует так называемый механизм старения. Кстати, именно этот факт обуславливает поистине гигантские размеры некоторых экземпляров, которых удалось выловить. Так в апреле 2012 года на реке Волга несколько рыболов с лодки рыбачили на спиннинг. Одному из них несказанно повезло. На джиговую приманку клюнул и был успешно пойман гигантский сом весом 114 килограмм. На видео четко видно, как пятеро взрослых мужчин с трудом поднимают речного исполина. В свое время это видео взорвало интернет с характерным криком одного из участников. Новый рекорд не заставил себя долго ждать. В феврале 2015 года планку поднял испанский трофейщик Юрий Грисенди. Его монстр затянул на 120 килограмм. Он был гораздо шире, но немного короче предыдущего рекордсмена. К слову, Юрий один из самых настойчивых рыболовов-спортсменов. В его активе уже несколько десятков пойманных рыб, которые превысили отметку в 100 килограмм. География его рыболовной практики распространяется в самых разных водоемах Европы и даже мира. Он всегда отпускает своих пойманных сомов. В общем, смело можно предположить, что новые рекорды не заставят себя долго ждать. А я хочу напомнить, что ваши рекордные трофеи, запечатленные на фото или видео, вполне могут стать героями следующего выпуска. Опишите свою историю поимки в комментариях, и я обязательно свяжусь с вами. На этом все. Смотрите выпуски, которых вы еще не видели, и конечно же ставьте лайк.